Выдача разрешений На сегодняшний день комитетам выдано более 6,7 разрешений на 2021 год, хотя в 2021 году было 8,820, а сейчас 6,700. За разрешением обратились охотники из 33 регионов России. По прошлому году было 31 регион. География представлена не только европейской частью, но и таким удалением от нас регионов, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Иркутская область, Амурская область и другие. В этом году действительно разрешений у нас порядка 2000 меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Поэтому мы связываем это не то что с непривлекательностью области, а в плане все-таки, наверное, мировая ситуация, которая сегодняшний день происходит, и в плане экономики, она действительно наложила отпечаток и на нашу сферу, потому что одежда подорожала, снаряжение другое подорожало, патроны в разы подорожали. Что касаемо проведения и соблюдения законодательства охотниками, ну вот из года в год это, наверное, тоже как бы проводим вредные мероприятия, сам лично тоже участвую. Традиционное нарушение, которое выявлялись сотрудниками комитета, это отсутствие документов при охотнике непосредственно при осуществлении. То есть он сидит в скоротке, у него нет при себе документов, они у него находятся где-то в машине или на месте, где они все остановились, лагер разбили. То есть бывает, что и местонахождение километра, и два, и три, зачастую, что очень сложно на машине подъехать к тому месту, где они производили охоту. Вот, это как бы такое самое, одно из распространенных нарушений, которые есть. Также есть требования, вот Игорь Николаевич, я не зачитал, что весенняя охота с прошлого года хоть на гуся, хоть на утку должна осуществляться из укрытия искусственного. Соответственно, как бы это требование тоже охотниками не соблюдается. Вот эти вот два основных нарушения, которые массово выявлялись на территории региона. 42 нарушения правил охоты было выявлено, составлен протокол административного права нарушения. В последующем будет свершена административная процедура в части привлечения к ответственности. Мы, со своей стороны, полностью поддерживаем данное направление и видим в этом будущее. Также не хотелось забегать вперед, но хотелось бы отметить тот факт, что комитет в рамках цифровизации осуществляет настройку возможностей подачи заявлений на добычу охотничьих ресурсов через портал Госуслуг. Данная работа сложная и в техническом плане, но мы уверены, что такая возможность у наших охотников обязательно появится. Мы уже, по-моему, с 2018 года неоднократно обращались, пытались в вопрос установить своим субъектовым постановлением, чтобы весенняя охота в эти 10 дней открывалась по условиям погоды, минуя необходимость согласования данного постановления с Москвой. Потому что согласование с Москвой занимает определенное время. То есть любое согласование по делу производства составляет 30 дней. За 30 дней погода поменяется много-много раз и получить ту или иную картинку уже не представляется возможным. Поэтому мы очень настойчиво просили, просили, но во всех случаях нам поступил отказ только согласование с федеральным органом. С 2021 года перенести охоту, в данном случае весеннюю, просто не представляется возможным. Ни один регион России не смог этого сделать в силу того, что сейчас, помимо направления проекта на согласование, должно быть обоснование с учетом науки, с учетом гидромедцентра, очень много документов с заседанием общественного совета. Охота 10-дневная, еще, пожалуйста, напоминаю, уложиться просто невозможно. Из-за благовременно, то есть если работу эту начинать по переносу, ее нужно начинать минимум за полтора месяца. А за полтора месяца мы не можем предположить, какая будет весна. У нас послабление именно природного по той причине, что вот эти вот 35 дней охота на селезневую. Это как бы компенсирует эту ситуацию вот именно в сроках. Поэтому это нормально. Ну да. У нас 24 миллиона – это областной бюджет и 16 миллионов – это федеральный бюджет. Статьи расходов, основное – это зарплата. Ну и, соответственно, есть... Остальная часть на переднай полномочия. Да. Тут никаких тайн нет, пожалуйста. Изначально гораздо больше было у нас протоколов, но в последнее время все меньше и меньше. По той причине, я так думаю, что все-таки в области достаточно наведен порядок в этом отношении. Да, конечно, есть, случается. И вот последняя ситуация – то, что охотились на уток, а застрелили двух кабанов, где были задержаны. И тем более человек, который на атомной, в Росгарде работает, это тоже как бы не совсем. Если раньше как-то это получалось уходить от ответственности таким же Рашкиным, я так скажу, и каким-то чинам и так далее, на сегодняшний день этого нет. И поэтому сейчас я считаю, что это достаточно браконьерство уменьшилось. Из основных за прошлый год, назову, это группа охотников, три человека, периодически, по-моему, в СМИ, сейчас затрудняюсь, но были три факта ими совершены с апреля прошлого года, в течение, наверное, до августа. По трем эпизодам дело было уголовное, они возбудили, все сделали. Но на сегодняшний день до сих пор этот материал не пошел в суд. То из решений, которые дошли до суда, в месяц могу ошибиться, ноябрь, по-моему, в Красноармейском районе была задержана группа охотников. Материал дошел до суда, все участники получили по три года условно. В Красноармейске в этом году были охотники из Ровенского района. Две косули были добыты буквально, наверное, позавчера. Позавчера состоялось решение, в понедельник по этому делу производство по делу прекратили. Кто гражданин, ну там гражданин один, который взял все на себя. В отношении дела было прекращено, вынесен судебный штраф. Также по Красноармейску тоже в СМИ проходило три косули и два зайца, были добыты гражданами. По этому факту тоже в понедельник было судебное заседание. В данном случае также было прекращено уголовное дело в суде. Был штраф инсент, по-моему, 30 тысяч рублей. Основным таким критерием, который оценивается судом и иными лицами, является возмещение ущерба. Что, типа, возместил ущерб, то, соответственно, он сбегает ответственности. Мы в корне с этим не согласны. Мы, как бы, в данных вопросах мы являемся потерпевшей стороной. И с прекращением уголовных дел по таким основаниям мы не согласны никоим образом. На завтра, на 14-й у нас в Аткарске уголовное дело по двум кабанам будет рассматриваться. Вот как вот на скидку, вот основные те, которые у нас вот дошли до решения, я вам назвал. По птице мы не использовали дроны, но то, что касается использования, то они есть, они существуют. Мы с Минприродой работаем. Там получено большое количество этих вещей, поэтому у нас все есть. Вот. Ну, конечно, будем работать над тем, чтобы все это было в ночное время работало. Поэтому мы над этим работаем. То есть используется? Да, это используется в основном по зимней охоте, в лесу. Потому что все, что касается сейчас на утку в степной зоне, ну, нет никакого смысла, потому что инспектора знают, если где-то они не доезжают, они проходят это просто ногами. Это набирает силы. У нас очень достаточно вольеров, где есть уже по тысяче оленей и больше. Поэтому сейчас вот готовится ситуация, значит, одних учредителей, которые будут не только, то есть они будут моралы, панты и так далее. Это все есть, это все развивается, идет. Мы как бы с комитетом туризма сейчас работаем по этому направлению. И как вы понимаете, что нам нужно сейчас и базы хорошие, и все, потому что отдыхать людям надо. Вот. Вы уже видите 33 региона, да, которые приехали на охоту. Мы с Якутии приехали. Это же нужно понимать. Поэтому это все развивается и будет сейчас. Я считаю, что это будет прям большими темпами и большими шагами все это проходить. У нас АЧС в этом году возрождение, это Лусагорский район. Но это буквально три кабана, которые, значит, вовремя были замечены. Значит, они были отстреляны, сожжены, и вся территория, она была обработана. Поэтому, слава богу, уже, наверное, прошло полмесяца. Это тишина. Вчера в СМИ был какой-то фейк, вброшенный, но ничего не обнаружили мы в том хозяйстве, в котором это было написано.